Приветствую вас, Анна. Как вам быть, чтобы... что? Чего вы хотите? Во-первых, у вас, ну, как бы ошибка, в самом плане, что мужчина, выступающий за матриархат, он не будет пытаться поднять под себя её. Во-вторых, у вас мужчина, выступающий за матриархат, это первое. Второе, я не очень понял, почему вы работаете на износ, у вас есть какая-то жертва, у нас заниженная самооценка, сейчас, вот, работать на износ ни в коем случае нельзя, ну, вот, и так илиначе чувствуется, чувствуется, что о себе вы не заботитесь. Дальше, вы пишите, что мне нужна семья и дети. Зачем? То есть, что значит, мне нужна семья и дети? То есть, вот, вы встречаетесь с мужчиной, да, и вот, вы, как бы, ему, ну, ну, мужчине, да, вы транслируете вот эту идею, что мне нужна семья и дети. Ну, это немного странно, в том смысле, в том смысле, что, как бы, отношения строятся не ради семья и детей, а ради того, чтобы делать человека счастливым. Вот, а семья и дети – это опция, но не обязательно, и здесь необходимо раскрыть лично ваши желания в семье и детях. Вот, я по опыту могу сказать, что разбирая вот это вот желание, да, в семье и детей, ну, всегда, когда приходишь к каким-то личным, личным, собственным уязвимостям человека, а тот, кто, в общем-то, такой уязвимостям не ощущает, он не будет стремиться к семье и детям, потому что, ну, семья и дети – это не то, что что-то даёт, это то, что что-то забирает. Человек не думает, что семья и дети – то, что ему что-то даст, либо, вот, как в случае, в ряде случаев, ситуация, когда человек считает, что он должен, я должен иметь семью, я должен иметь детей и так далее. Ну, то есть, вот эта нужность семьи и детей, она подлежит раскрытию, она подлежит дифференцированию, она подлежит более полному и менее социализированному, что ли, восприятию, понимаете? Ну, вот, это такой момент. Дальше. Значит, мужчина не пускает к себе внутренний мир, приходит ко мне, не деляет на меня денег, ни в чем не отказывает, не отказывает, я ничего не прошу. Ну, то есть, тут я не очень понимаю, такое ощущение, что вам просто не нужно то, что есть у мужчины, а ему не нужно то, что есть у вас. Также не очень понятно, что вас объединяет и что вас связывает. Не очень понятно, почему вы ничего не просите. И вы говорите, что я работаю на износ, он тоже. Нет ничего удивительного в таком случае, что он агрессирует. Потому что, понимаете, какая сука, человек агрессирует. Именно из-за того, что он чувствует конкуренцию. То есть, вот, что вы конкурируете с ним. То есть, агрессия за защиту. И конкурируете, и давите, и чего-то ждете, и ходите за света, и мужчина пытается защититься. Вот, и из-за того, что вы, очевидно, не умеете быть слабой, не умеете проявлять вот эту слабость, да, вот. Вот, не получается дать мужчине почувствовать себя мужчиной. И это тоже, вызывать не могли, то есть, я его не оправдываю, да, но вы говорите, что, там, не надо, меня унижают, там, это всё. Вот, и вы ему прощаете, ну, как бы, тот же момент. Да, а что значит, что значит, простила, простила. Ну, что вы имеете ввиду? Вот, вы просили ему унижение? Да, ну хорошо, просили, супер. То есть, непонятно тогда, в чем разница. То есть, как можно один раз простить, второй раз нет. То есть, если вы просили унижение, значит, вы приняли мужчину. Вы приняли его позицию, вы приняли его, вот, ну, его, так сказать, посыл, который он вам направлял. И, почему первый раз вы это сделали, второй раз нет, в чем разница, для меня загадка. Да, это первое. Второе, как вы воспринимаете его унижение. То есть, задевает меня всё. Если задевает, то это ваша личная проблема, и проблема восприятия себя именно. То есть, вот, как вы сами себя воспринимаете, что вы именно сами о себе думаете, и как вы корректируете этот момент. Вот. Вот это тоже нужно исследовать. Вот. И, как бы, вот, в целом, вот, ваша позиция жертвы, она просто не дает вам двигаться вперед, не дает вам двигаться вперед, не дает вам брать ответственность за то, за то, что вы хотите. То есть, вот, отсутствие личной ответственности, понимаете, отношения строите вы оба, и у вас 50% ответственности за отношения. Это не мало, это не мало, это не 100, но и не ноль, это 50, это не мало. И измените вы своё поведение, да, измените своё поведение мужчины в принципе-принципе. Вот. Но вы говорите, как мне быть, как быть, чтобы что, это тоже жертвенная позиция, вы поймите она, поймите. Это тоже жертвенная позиция. Как быть, чтобы что, чего я хочу быть, что я хочу поменять, что я хочу изменить, какой запрос к психологу у вас. Вот. Да, это вот то, над чем вам нужно подумать. Вот молодого человека, например, вы не измените, или измените только ровно настолько, насколько изменится ваше поведение. Понимаете? Вот поэтому тут нужно... Вот исследовать, да, эти вещи. Вот. Основной момент, мне кажется, в том, что вы вот не принимаете от мужчины его какие-то вот ухаживания, да, основной момент какой-нибудь, что вы не умеете быть слабой. Основной момент в том, что вы не определились со своей гендерной позиции. Вроде хотите сменить детей, вот, непонятно зачем и для чего, непонятно готовы ли вы с чем удовольствие вы работаете на износ. Вот. Вы о себе не заботитесь, вы себя не цените, вы, ну, предположительно обесцениваете себя, да, если в глубине души считают, что вы ни к чем на нас не способны, потому что вы говорите, что мужчины вас унижают. Вот, надо как унизить, как бы, никто кроме себя самого, человек, не может. И вот это вот ключевое, вот это вот проблемная история. Поэтому сперва, наверное, нужно все-таки разобраться как-то в себе больше, вообще, чего я хочу от жизни, чего я хочу от себя, насколько я понимаю свои желания, какие у меня ценности, мои ли это ценности. И дальше уже в соответствии с этими вещами уже корректировать свое поведение, потому что семья и дети не могут быть, не могут быть объектом желания, не могут быть объектом ценности, да, но не объектом желания, понимаете. То есть ценность, это что такое? Ценность-это что, что я, я считаю самой важной в жизни. Хорошо, это без проблем, это без проблем. Но то, что я считаю самой важной в жизни, не может влиять на мою потребностную сферу. Вот. Потому что это уже, тогда зависимость получается. Я не могу быть зависимым от того, что я считаю самой важной. Это не ценность тогда. Вот. И, вот например, да, вот смотрите, допустим, такой пример, еда не может быть цельной, потому что человек от этого зависит, он без этого умрёт, там, что, там одежда, она не может быть цельной, потому что без одежды человек умрёт, ну, в холод, в холод, там, не берём врачи, это, роскошь, роскошь не считают, да, вот, и вот какие-то вещи, да, без которых человек просто, воздух, воздух не может быть цельной, потому что без этого человек умрёт, цельной быть не может, да, вот, но деньги, смотрите, деньги, вот деньги, кто-то деньги делает цельностью, то есть деньги, деньги, там, себе есть цель, есть цель, ну, куда это ведется, я полагаю, вы понимаете, вот, без денег человек может выжить? может выжить человек без денег. Ещё раз. Нужно понимать, что прямой связи между деньгами и выживанием человека нет, прямой связи нет. Без денег человек может выжить. Если человек сам будет себя достичь, сам собирается, он может выжить без денег. Деньги не могут быть, опять же, как бы вот здесь деньги могут быть ценностями, потому что без этого человек как раз таки может выжить. Да, деньги могут быть ценностями. Но добавить. В современном мире всё упирается вот как раз в деньги. Вот. Поэтому зависимость и то, что связано с желанием, не предполагает наличие этого в ценностной сфере. И семья и дети могут быть ценностями, тогда эти ценности вы реализовываете более глобально, не в рамках себя самой. А когда вы ходите в семью и детей сами, не говорите мне нужно, мне нужна семья и дети, вы пытаетесь выжить какие-то свои проблемы. И это создаёт такую вот созависимую, уязвимую позицию по отношению к вашему партнёру. К любому партнёру. Понимаете, какая штука. Вот. Такая вот история. Такой ответ я могу вам дать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Ну всё. Желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что в тот склад разрешится, вы сможете извлечь из этого только такой позитивный опыт, полезный опыт. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok